Хей! Сегодня я буду раскрывать секреты. Секреты правописания на английском языке. Порой действительно сложно найти связь между написанием слова, его произношением. Для этого и придумана транскрипция в английском языке, а в русском ее просто нет, потому что слышится так и пишется практически. А в английском языке все совсем не так. Давайте разбираться. Сегодня я предоставлю вам список правил, которые помогут вам писать по-английски правильно. Поехали! Начнем с суффиксов, которые образуют сравнительную и превосходную степень прилагательных. ER и EST. ER – сравнительная и EST – превосходная. Чаще всего для образования сравнительной степени к концу слова просто добавляется нужный суффикс. Например, clean, cleaner, the cleanest – чистый, чище, самый чистый. Если прилагательная оканчивается на букву Y и перед ней стоит согласная буква, то Y меняется на I и добавляется необходимый суффикс. Например, funny, funnier, the funniest. В принципе, это правило с буквы Y действует для всех слов. Если прилагательная оканчивается на букву Y и перед ней стоит согласная буква, то при добавлении суффикса она просто подпадает. For example, large, larger, the largest. Если прилагательная оканчивается на согласную, гласную, согласную, то тогда последнее при добавлении суффиксов удваивается. Например, big, bigger, the biggest. Кое-что о глаголах. Если глагол заканчивается на I, E, необходимо изменить окончание, то I, E меняется на Y и добавляется необходимое окончание. For example, lie, lying, die, dying. А если необходимо добавить окончание и D в этой же ситуации, то I, E никак не меняется, мы просто добавляем D. For example, lie, lied, die, died. Кое-что об окончании S. Мы добавляем его к существительному для образования множественного числа, а также глаголу в present simple, в третьем и единственном числе. For example, work, works. Начнем с существительных. В большинстве случаев добавляется действительно окончание S. Но если слово заканчивается на S, S-H, C-H и X, то к слову добавляется окончание ES. For example, box, boxes, коробка. Bush, bushes, кусты. Если существительное в единственном числе заканчивается на F, либо F-I, то при образовании множественного числа F меняется на V и добавляется окончание ES. For example, wolf, wolves, волк. Wife, wives, жена. Если слово оканчивается на O, то мы также добавляем окончание ES. For example, potato, potatoes, картошка. Это то, что хотела рассказать сегодня о правописании в английском языке. Надеюсь, эти простые и одновременно функциональные правила помогут вам писать грамотно и не делать ошибок. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Расскажите о том, как у вас получается грамотно писать на английском языке. Я просто даже ума не приложу, как это можно сделать. Ну и 100 баллов за EG тебе. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok